Всем привет, в эфире Грег, и, ну, блин, давайте уже дойдем, наверное. О, так сказать, сюжетную линию за профессора, она вроде как закончена. Здрасте, приятная встреча! Я не ожидал увидеть здесь другого, такого же, как я и следователя, что привело вас сюда. То же самое, что притягивает сюда мужчин и женщин со всего света, я полагаю. Ну, я здесь, чтобы увидеть достопримечательности, знания, темные дела со страшными последствиями, если я... ну, короче, что-то там. А, хорошо, послушайте, не буду утомлять байками или чем-то еще, но если ты уже здесь, я знаю, что я не должен это говорить, и это ужасно скучно. Но это место, на самом деле, это не то место, где нормальный человек хотел бы быть в это время года. Стихийные бедствия, животные врачный сезон, ужасные болезни. Мой совет, возвращайтесь назад, а? Пока все вокруг еще не выглядит слишком опасно. Запитая лишнее. Вы думаете, что это может быть хуже, чем то, что я уже испытал? Это плохое место, доверьтесь мне, это плохое место, здесь нет места за подобным вам, без обид. Теперь пути назад нет. Ну, хорошо, тогда ничего не поделаешь. Не говорите, что я вас не предупреждал. Так, ладно, на него пил-пил, и он не влияет. Да, кстати говоря, напомню вам, ребята, что при включенном щите энергия щита не восстанавливается. Так, ну наверняка этот парень мне потом будет палки в колеса ставить Ну да ладно Там походу пьесы будет видно Что-то как-то не густо Кто тут враги-то будут? Опять слезняки какие-нибудь? О! Чел медведа-свины Злые чел медведа-свины О! Кто-то хер не выстреляет Блин, на самом деле, когда они орут, мне кажется, что они в меня попадают По привычке нажимаю shift Надеюсь, что я сейчас сделаю перекап Блин, ну это как-то не круто, ребят Вот, ну здесь видно, видно, что якобы здесь должен быть какой-то проход Завалили бы камешками все вокруг уже Ну, что маяться-то Оооо! Что это? Это яйца? Это вот эти яйца, да? Замечательно Восхитительно Те говоря, смотрите, наблюдается некоторая багуля анимации, когда стреляю, такое ощущение, что последние выстрелы соединяются этими хвостиками с первыми выстрелами. Блин, слушайте, какой-то вообще звездец. Я так подозреваю, эти все яйца не обязательны к уничтожению, если, конечно, они не напрыгнут на вас. Блин. Наверное, проще это все завалить. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, тем более, они что, с первого выстрела сгибаются, так что ничего страшного. Наверное, тоже была какая-нибудь книженция по тему джунглей. Я ж не знаком с творчеством, так что не обессудьте. так выниматься к хренью я не буду я только вот почищу те места которые неплохо вы почистить чтобы добраться до всяких вкусняшек надо мне очень на самом деле повезло что у меня скорострельный вариант оружия полет сосиски от меня но мне подозреваю лучше буду идти намного прикольнее где вот уже эти оу в уху свете и дядя ты даже не понимаешь насколько ничтожен ну сдох то ты не да намного веселее драться с этими человек с видами они сдохли и никаких тебе тут яйцев яиц в кустах не будет которые возьмут взорвутся и всякой мышка и на тебя наведут что-то до сих пор я не вижу ни одного объекта для исследования очень бы хотелось принципе посмотреть хоть что-нибудь что здесь интересного у нас придумали ребята кстати говоря каким-то образом я бы благополучно просрал предмет на увеличение урона поэтому мой супер автомат плазменный теперь жарит не так сильно к сожалению видимо что-то пошло не так но поскольку я оконченный бомж я боюсь я ничего не смогу купить но попырится блин вот 15 тысяч долларов даже не знаний долларов ли вы издеваетесь это же нереально да вообще конечно пейзажа тут топчик второй торгаш блин 15 тысяч что знаний что долларов да блин повысили цену в два раза как минимум потомок обезьяны ты умрешь сам ты обезьян какие они все агрессивные да взрываетесь вы ничуть не хуже чем потомки обезьяны кстати говоря так что ну кто еще ну чё-то не густ на самом деле я ожидал намного более серьезного сопротивления как блин слушайте но сделали вы им какие-нибудь шипящие звуки когда они получают урон потому что вот мне кажется постоянно что это я грибаю а не они что вынуждает меня дергать глаза на полоску здоровья что блин у меня совершенно не радует и и что движешь ты сам как потомок обезьяны и куча мусора жалко нет какого-нибудь секретного прохода то что быстренько переместиться контент торгашам следим весь этот мусор который я понабрал и вернулся благополучно не секретный кусочек мяса восхитительно все таки совместили да и ящеров и пращуров едет чертовы яйца вот теперь во всех кустах яйца да класс ну в принципе это было предсказуемо что если это просто пуль ну блин золотой замок ну спасибо ребят большое вам человеческое спасибо очень даже приятный сюрприз кровавый сундук ну что ж помолимся всем богам какая пушечка а типа дробовика давайте попробуем запасом патронов конечно эта дрянь не блещет но а давайте помолимся дар а за то то а за те то о о то что нужно так ну все остальным я уже не помолюсь главное не просрать его этот дар как я просрал предыдущий не знаю куда он делся но он просто взял и пропал железный замок анх замечательно замечательно все остальное конечно же пойдет на продажу но анх это восхитительно наконец-то блин а то честно говоря несколько утомляет уже счет поражающая сила этого дробовика явно не очень е-мое е-мое твой тона левом а не пользуйтесь минами ребята и вот они вот этим вот сраным распылителем чего-то там тоже не пользуйтесь ничем хорошим для вас это не закончится ничего ты меня почти в самое начало плюнула твой твой ладно сделай небольшую срезку и раз и вот мы снова 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 попробуем в другую сторону пока сходить о туда так надо надо не забывать про то что у нас здесь добавилось ловушек мешочек кожаный мешочек наполнен золотыми дублонами странные чеканки так походу у меня хватает денежек на глазик азототика азододика ну так какого черта я буду мучиться тогда и так с четырьмя сундуками слушайте нужно заглянуть на самом деле очень интересно каким образом градируются все эти сундуки потому что на вскидку это ну очень сложно понять нет ну понятно что бронзовый это самый мусорный аааа тут да я совсем забыл что тут есть еще алтари поклонения которые можно было бы взять но я чё-то побаиваюсь у меня всего один анг так что не хотелось бы рисковать без какой-либо ничего интересного нет не хотелось бы рисковать без какой-либо надобности на это так ну что ж опытным путем мы выяснили что то что стоит дороже всего то лучше всего это было и так в принципе понятно но теперь мы знаем это на сто процентов и так кстати босс в итоге был другой стороне что вообще довольно таки обидно так ну я смотрю здесь у нас довольно чисто давайте походим как раз по этим прекрасным местам есть какие-то интересные предметы в принципе ради этого мы и играем в эту игру чтобы какие-то интересности поискать да и я два блин блин ребят вот вот очень 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 правило дурного тона так вот прятать ловушки вообще пусто вообще пусто идеально блин аккуратненько по одному блин что галяк что ли ну ну что даже не смешно ладно так ловушки золотой кинжал золотой кинжал испачканный кровью это золото и рукоятка в кожаном переплете в кожаной переплете этот кинжал подходит для убийства королевской семьи ну и как скажешь хоть королевской хоть не королевской что тут сплошное золото золото скопление муравьев посмотрите на этих крошечных маленьких ребят бегают занятые делом они ползают над чем-то над старой конфеткой они понятия не имеют что это такое что написано на обертке что конфета сделан далеко отсюда муравей может прожить всю жизнь не видя ни одного человека когда он видит он не имеет представления о сложности нашей жизни о наших мотивах и не сможет понять их даже если бы попытался а чё часть рассудка тук 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 блин а чё часть рассудка как-то лишился блин вот вы когда приходите куда-нибудь смотри на муравьев вы как видите крышей подозреваю что нет какого чёрта видимо у авторов свое представление может у него боязнь муравьев это довольно странно разработчики честно говоря я не пытался их как следует использовать чаще всего это все заканчивалось тем что у него есть что я сам себя этой миной убивал надо будет ради интереса посмотреть может быть у детектива тоже эти уровни добавили или его история так и осталась как была так и осталось блин будем двигаться очень 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 осторожно маленькими шажками чтобы ни на что не наступить блин что я подозреваю что ничем хорошим символ воды ну ладно колонна покрытая грамюрами на ней изображены водные символы такие как рыбы угри осьминоги ракообразные моллюски киты а также барельефы похожие по форме на людей или гигантских лягушек все на коленях перед неким огромным чудовищем с короной роговым панцирем с шипами раздувшимися жабрами я точно крышей сейчас поеду о господи мне срочно нужна белая киська из кладбища иначе это точно ничем хорошим не кончится иначе это точно ничем хорошим не кончится блин интересно что это такое ну блин я же не имею никакого представления о том что напридумывал там говард поэтому хотелось бы на самом деле узнать что это за маленькие ублюдочные насекомые блин ну хватит уже уровней с ловушками кусок кожи кусок кожи нет знаете ребят вот кусок кожи я точно крышей поеду вот вот как пить дать ой ну ладно это нет это не живопись это кусок о пожалуйста пусть это будет что-то другое там есть татуировка какие-то свихрения окружающие составляющие кальмара ага вот мой портрет теперь прям промигивает красным значит я деду крышей ну что ж это восхитительно ехать крышей очень неприятно будда ну вот давайте может я уже буддой хотя бы полечусь так яркая зеленая статуя сделана в стиле будды с открещенными ногами изображающая сидящую обезьяну или летучую мышь на основании есть на основании есть пиктограммы худые люди бросают пищу в рот этой штуке а затем кто-то записывает на коленях как бы внимая диктовки слушайте вы чё издеваетесь нет у меня честное слово отпало какое-либо желание контактировать с каким еще либо тут объектом это все заканчивается тем что у меня едет крыша постепенно еще пару ударов по рассудку и привет железный ключ господи ящик разбил ты что ж ты будешь делать блин и ожидал достойный шлем серебряный шлем выглядит как испанский возможно во времен конкинстадоров это наверное чего-то достоит ну спасибо хоть от шлема у меня крыша не поехал а то показалось что на нем изображено блин лицо его мамки а у него там травматичные какие-нибудь воспоминания блин это ужас так мяч сейчас он окажется сделан из человеческой кожи наверное да совершенно совершенно круглый все еще упругий очень старый твердый резиновый мяч действительно вот на буду посмотрю крыш точно поедет а вот если на мячик попырить то все нормально может быть он в детстве был футболистом ну как какое еще объяснение там блин там комната плохая она большая в ней кто-то живет может я там и умер нет я вот здесь ну надо было идти к боссу ну ладно теперь мы будем намного умнее намного аккуратнее и будем вычленять уродов по одному блин метко стреляют сволочи а кстати блин этот забавный очень графический баг конечно то что я стреляю а пульки соединяются С уже стрелянными Уже улетевшими куда-то Вдаль Да, подозреваю, это та самая комната Где меня нагнули Блин, я потратил две мины А тут никого нет Чрезвычайно грустно Так О, там какой-то еще объект И наверняка просто опять туча Даааа, так Какой же, блин, объект Без хрена, взросок, а я доктора нашел Такой же сраный Блин, тут просто вот Идешь и во все стороны шмаляешь И никаких проблем Небольшая куча, давайте посмотрим Каждый с ужасным проломом в затылке Человеческое жертвоприношение Можно помнить, что эти Сущности, боги, древние Ну, как бы они ни назывались Не являются причиной Человеческих страданий и бесчеловечности Возможно, были обоснования Даже веские причины этих смертей Но смерть Это всегда смерть Воу Прикольно Статуя Ктулхи Блин, правда, видимо, из-за рандомного Расположения всего этого Выглядит как нагромождение Слушай, я уже понял Что это все неправильно И так быть не должно Кожаное письмо Кусок кожи с туировкой на ней Вот как пить дать Я же сейчас крышей тронусь Татуированная кожа Татуировка представляет собой Сложное изображение Пара рогов баранов В растущих ветвях деревьев С множеством фруктов на них На круг рогов Есть ручейки или потоки А рядом с каждым потоком Находится фигура на коленях По-видимому Наливающая в нее воду Ну как же не поехать крышей Господи Просто восхитительно Блин Ладно, кратчайший путь к боссу Кратчайший путь к боссу Вообще не короткий Блин, и комната с боссом Какая-то откровенно уродская Честно говоря Да, я здесь явно побывал А вот Вот в этой комнате меня убили Блин, ребят Ну ладно, в принципе Это чисто моя вина Если бы Я не попытался Поменять пушку И бегал бы с нормальным вооружением Ничего бы этого не случилось Слушай, хватит ныть Конечно, это все неправильно И так быть не должно Но Не съешь ты ничего сердца Не съешь ты ничего сердца Сколько здесь кровавых сундуков Сколько здесь кровавых сундуков У меня столько ключей крови не было За всю игру, наверное Ну, где оставшиеся самаритяне Ну, где оставшиеся самаритяне Товарищи рептилоиды Ты что, сейчас умрешь, что ли Нет, давай без этого, а, чувак Блин, три Три сундука Кровавых Не вопрос А, во-о-о-о-о Заныкалась Когда же это кончится? Я у тебя бы хотел спросить, чувак Да Налицо Острая нехватка ключей Блин, вот она Вот она Большая проблема Начинаешь игру не сначала И нет ни денег Ни ключей Ни-и-и-нь-и-но И приходится Заметьте, кстати Это уже, наверное, Пятый кровяной сундук Блин Пятый Где я столько должен Кровавых ключей найти Я не знаю Ладно Слушай, ну вот Сейчас ты помрешь И все закончится Тебя устроит такой ответ? Так, а вот и добрые самаритяне. Фига ты ручками машешь? Того гляди на вы все, ей пригласят. О, жетон, жетон-то хорошо. Жетон мне может очень даже пригодиться. Так, ну что, я думаю, обычные аптечки мы выложим. Один жетон будет намного профитнее. Фух, поехали. Темный молодой. У-ху-ху-ху. Не виделось мне, конечно, уже. Не, не виделось не поможет. Очень даже поможет. Мины поставь! Мины, блин, тебе что, нужна энергия, чтобы мины ставить? Ты смеешься? Оп. Оп. Свободен. Так. Ну, я думал, все будет намного хуже, честно говоря. Я так и не понял, что он умеет даже. Короче, слабенько. Очень-очень слабенько. Это все? Что там интересного? Ну, я вижу, вверху еще какой-то объект есть. Давай сейчас туда еще сходим до кучи. Ну, честно говоря, блин, подозрительные дырки в полу, лучше по ним не ходить. Итак, это уже семь сундуков с кровавыми ключами, которых у меня нет. Восхитительно. Нет бы босс там дропнул что-нибудь. Хоть один кровавый ключ. Ну так, ради приличия. Так, ну... Нет, я думаю, в странное место пока рано идти. Тут еще вон какое-то... Куда-то можно зайти. Давайте посмотрим, что тут наверху. Ох, динамитная шашка. Едите налево. Керамическая пластина. Сейчас точно умрем. Керамическая пластина из черной и оранжевой глины. Возможно, испеченное солнцем. В центре голова ящерицы, одетая в головной бору с перьев. Положить с десяток этих ящериц у тебя не возникает никакой рефлексии. А тут... Одну увидел, господи! Ящерку он, блин, увидел. Принесенную жертву. Ребят, как-то тут это все очень странно, честно говоря. Светящиеся яйца. Я понятия не имею, что могло бы отложить их. Сильное заявление. Так, ну... Что же. Пойдем в пирамидку зайдем. Блин. Посмотрим, что внутри. Честно говоря, я очень-очень-очень... Очень не зайдем. Оно вообще не разбивается. Ребята, вот на самом деле очень интересно. Это пирамидка для понта? Или туда реально проход должен быть? Но если это проход туда, то... Почему он савален? Блин, ну ладно. Тогда... Странное место. Что-то я, к сожалению, на том уровне ничего интересного не нашел. Ну... Не нашел, так не нашел. Че ж уж. Плакать я явно из-за этого не буду. Ах, 14400. Мне бы хватило. Ладно, надеюсь, сейчас я найду еще одного кого-нибудь. Библиотека. Вы чувствуете затхлый запах старых книг и знаний. Библиотека Мискатоника также известна, как и сам университет. Хотя мало кто использует ее в полной мере. Ее слава как хранилище для эксцентричных и элитерических текстов. Со всего мира сделала Мискатонийскую библиотеку, по мнению некоторых, достойным конкурентом Гарварду. Национальная библиотека в Париже, Британскому музею, даже университету Буэнос-Айреса. Здравствуй, особняк. Я скучал по тебе. Зачем я влез в это? Я сам бы хотел знать, зачем ты влез в это, чувак. Ну, кстати говоря, даже если... Ну, это не очень похоже на особняк. Вау. Там в центре что-то интересное. Сначала я, конечно же, полажу по книжным ящикам. Фонтанчик. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне тоже интересно. Сначала нужно все обследовать вокруг. Библиотекарь. Может, книжка, книга с картинками? Эрмитаж. Во имя науки, что здесь происходит? Не в первый раз на нас напали. Библиотека находится в осаде. Я связывался с властями три раза. Но я допустил ошибку, предупредив их, что существо невидимо. Меня обвинили в том, что я разыгрываю их. Теперь на мои вызовы не отвечают. Раньше на библиотеку тоже нападали? Да, конечно. Книги могут теряться в библиотеке. Но этим летом кто-то вломился, попытался украсть копию довольно старой и довольно неприятной книги. Это был, хм, парень по имени Уэтли. Уэйтли. Хотя, увидев его, я бы сказал, что он скорее сродни до исторической ящерицы. Зачем они атакуют библиотеку? Это была либо месть, либо другая попытка получить определенный текст и безопасно охраняемый библиотек. Расскажи мне всю историю. Только кратко, если возможно. В городе, недалеко отсюда, в Дановиче, жила семья Уэйтли. Я полагаю, мои слова могут показаться безумными, но им удалось что-то создать. Или вызвать что-то. Я, мой коллега Уоррен, Райсу и Моргану удалось отправить его обратно. Я надеялся, что это конец страшному делу. Кажется, я ошибся. Кажется, я пролеснул сейчас один диаложек. Уэйтли помогали. Точно без посторонней помощи не обошлось. Сообщники, возможно, вы правы. Кто-то продал им всю эту говядину, чтобы накормить монстра, пока он рос. Кто помог сделать ремонт в их родовом имении, чтобы разместить и скрыть это? Мы были так глупы, когда думали, что все закончится в Сентинелл-Хилл. Было несколько существ, вызванных Эфраимом. Так, я что-то, короче, не понимаю. Возможно, вы правы. Возможно, что эта штука в Данвиче была не единственной. Я сказал жителям Данвича, что это не могло размножаться. Но, возможно, я был неправ. Возможно, он расплодился каким-то ужас... Ужас... Ужасной асексуальным... Ужасным асексуальным способом. Эээ... То есть, что получается? Ладно. Как я могу помочь? Оно в настоящее время обосновалось в подвале под основным читальным залом. Один из моих коллег забаррикадировал вход, а затем построил еще одну баррикаду вокруг себя книгами. На самом деле, это неплохая тактика. В конце концов, в книге это просто кусочки тонко нарезанного дерева. Чтобы пройти мимо него, вам нужно его успокоить. Также вам понадобится смесь Ибнгази. Странное вещество, которое, по-видимому, влияет на свет, движущийся сквозь существ. Делая их минимуме снова. Не пытайтесь бороться с ним без смеси. Еще там есть союзник существа, храняющий его в одном из читальных залов. К сожалению, смесь хорошо спрятана, и я сомневаюсь, что она была уничтожена. Попробуйте поискать в одном из читальных залов. В этом зале много исторических книг, которые могли бы показаться полезными для захватчиков. Но также там находится водоем, в котором до сих пор не вычислили остатки крови чудовища, оставшиеся от последней атаки, которую никто не хотел бы трогать. Ищите там. Колба со спреем. Что я вам хочу сказать, ребята? Что я вам хочу сказать, ребята? Я очень подозреваю, что это не на 10 минут. И не на 20. И не на 30. И даже не на 40. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пишите. Ставьте пальцы в любом направлении. И посетим библиотеку в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok